Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Сегодня Всемирный день туризма. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля. Карачаево-Черкесия богата туристическими зонами. Природный допинг получили на тренировках в Тиберде дзюдоисты из школы Олимпийского резерва. О том, на какой результат рассчитывают спортсмены в процессе спортивной подготовки, в сплаве молодостей и мастерства в горах и как они себя чувствуют на базе отдыха Тиберды, расскажет Альбина Ламкова. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА Тиберда в горах является одним из основных тренировочных средств, используемых в процессе подготовки дзюдоистов на выносливость. Ранее много лет спортсмены школы Олимпийского резерва нарабатывали силы и укрепляли здоровье в Донбай. А в этом году решили приехать в Тиберду. Об этом они не пожалели. Тиберда считается одним из лучших бальнеологических курортов России. Здесь лечат заболевания дыхательных путей не только. Чистый горный воздух, обогащенный фитоцитами хвойного леса и свежестью природных родников, действительно способен надолго зарядить бодростью спортсменов. Уверен самый успешный тренер под дзюдо на просторах бывшего СР и России, главный тренер Центра Олимпийской подготовки в Челябинске Александр Евгеньевич Емилер. Его ученики ежегодно стоят на международных пьедесталах с медалями на груди. Как мы уже знаем, ваши сборы проходят много лет уже в Карачаево-Черкесии. Скажите, пожалуйста, почему? Потому что мы давно облюбовали Карачаево-Черкесию, особенно Донбай. Мы много лет уже готовимся. Это на предварительных сборах. Здесь мы набираем природный допинг. И вот хорошая база, где ничто не мешает готовиться. Прекрасно готовят, прекрасное размещение. И все условия нам нравятся. Поэтому будем еще больше посещать Карачаево-Черкесию и большим составом. После Олимпийских игр это первая подготовка к чемпионату для нового цикла, говорит знаменитый наставник Александр Миллер. По результатам соревнований будет дан старт к формированию новой команды на Олимпиаду в Париже. Спортсмены, занимающиеся в Тиберде, состоят из сплава молодости и мастерства. Так говорит Александр Евгеньевич о своих учениках. На этом сборе присутствует Ирина Цаидов. Он заслуженный мастер спорта. Сейчас только что закончился перенесет России до 23 лет. Призером страны стал Арафат Баташев. И вот основная ставка на чемпионате страны у нас на этих двух спортсменов. Остальные ребята, они выступают по юниорам. И, то есть, молодежный состав. Российский дзюдоист и победитель этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Европы Ренат Цаидов, родился и вырос в республике. Живет и тренируется в Челябинске. Он хоть и родом из региона, но все же, приезжая вновь на курортные места родины, получает новые эмоции и впечатления. Не представляю, каково нашим приезжим, гостям, друзьям. Отличные условия, отличные. База отличная. Питание. Отдельный плюс, наверное, поварам, надо сказать, тете Асе. Если может, увидит. Спасибо всем. Очень круто, отлично все. А что ты можешь сказать про тренера своего? Ну, про тренера это... Нам эфирного времени не хватит, чтобы про него сказать. Это легендарный человек. Ну, самый титулован у нас в России. Что могу сказать? Все, что я имею, это мой первый тренер, это Вячеслав Иванович Пчелкин. Второй тренер, вот, Александр Евгеньевич Миллер. Мои вторые отцы, как говорится. Хочется отряхнуть стариной на чемпионате, говорит шутярина Цаидов. Готовился все лето и надеется на удачное выступление. А чтобы у спортсмена был высокий результат, необходима дисциплина, отметил он. О высоких результатах и речи не может быть. Дисциплина, режим. Надо все отдать ради этого дела, как и в любом другом направлении. Вот, на сегодняшний день, вот в нашей республике, на твой взгляд, есть ли титулованные, перспективные ребята? Ну, они всегда есть, всегда будут. У нас молодежь очень талантливая. Ну, бывает, знаете, такая смена поколения. И какое-то поколение более успешное, какое-то менее успешное. Есть ребята. Вот у нас Арафат Баташев, вот с нами тренируется молодой парень. Денис Баташаев, вот, тоже представитель, ну, коренной нашей республики, победитель первенства Европы по юношам. И, ну, работать есть над кем. Главное, чтобы у самих ребят было желание, стремление, чтобы как бы рвались к победам. Денис Лам Баташаев – молодой спортсмен. Но, как и все его друзья-джудаисты, всегда настроен на победу. В копилке его медали уже есть победы. Он стал чемпионом Европы по дзюдо. Тренируюсь я в Анапе. Тренер у меня Власов Александр Михайлович и Кирпиченков Федор Андреевич. Вот у меня два тренера на данный момент. И вот сейчас какой чемпионат впереди вас ждет? Через два месяца будет чемпионат России уже в новой возрастной категории до 21. Куда будем готовиться. Хочется выиграть. Перейти сразу в новую возрастную категорию и стать первым. Старший тренер школы Олимпийского резерва номер один города курорта Анапы Денислан Абачаев Александр Власов уверен, что он станет участником следующей Олимпиады и покажет высокий результат. Победитель первенства Европы. Это достаточно высокий результат. Как вам природа Карачаева-Черкесии? Я уроженец Карачаева-Черкесии. Родом с Астаницы Исправной. Всю жизнь, до 18 лет прожил в городе Черкесске. Мой тренер Пчелкин Вячеслав Иванович. Так что это мне близко очень. И это... Вот я не так часто уже приезжаю сюда, но мощь, гор, природа, конечно, это фактор, немаловажный фактор подготовки. Сослан Бастанов – один из самых титулованных дюдоистов, обладатель многочисленных кубков и медалей, заслуженный мастер спорта международного класса. Его учитель – заслуженный тренер России Александр Миллер. Свой опыт в мастерстве дюдо Сослан уже передает молодым спортсменам. Мы тренируемся в Челябинске, там одна из самых сильных школ имени Александра Миллера, центр Олимпийского резерва, в три этажа здания большие. И все, кто у нас есть здесь парни, ребята хорошие, я буду дальше, я недавно стал тренером, вот как полгода, буду отсюда забирать, туда всех перспективных и дальше толкать на мировую арену. Важный фактор – то, что мы, когда мы сюда приезжаем, перед такими важными стартами, вот такой горный воздух, здесь очень поднимается функционалка, здоровье физически, мы здесь бегаем кроссы в горы, тренируемся. В общем, набираем очень форму такую физическую, в два раза сильнее, чем там внизу, прям чувствуется это. Первые результаты дзюдоистов от тренировок в горах будут известны совсем скоро. Спортсмены уже выехали на чемпионат в Майкоп. Альбина Ламкова, Зумарат Халкечева, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Теперда. Наша сегодняшняя гостья приехала к нам в Черкесск не просто из другого города или страны, она приехала из другого континента. Лия Марканата – гражданка Бразилии, а в Черкесске она сейчас живет и работает преподавателем в международной языковой школе Language Link. Лия признается, что она всем сердцем полюбила Черкесск. За что ей нравится наша республика? За что ее очень любят ее ученики? И какие у нее самые ближайшие планы? На эти и другие вопросы Лия в эти минуты с помощью своего переводчика Марианы Мартиросян ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Лия. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Рада вам. Очень рада. Лия, вы у нас такая необычная особая гостья, и, безусловно, я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно с вами познакомиться. Хочу сказать лишь о том, что вы работаете в международной языковой школе в Черкесске Language Link, и мне, конечно, хочется узнать, да, и думаю, нашим зрителям, как вы приехали в Черкесск, как вы попали в Черкесск, как давно вы здесь. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. И я знаю, что вы из Бразилии. Марьяночка, переведи, пожалуйста, нашей гости мой вопрос. Да, конечно. Лия, how did you decide to come to Черкесск? Tell us, please. So, for me, it was like a great, great opportunity, because I never heard of Черкесск before. Everyone wants to go to Moscow, St. Petersburg, and I said, why not Черкесск? And I started researches about Черкесск, and there were different nationalities, different customs, and the nature, the mountains. So, I thought it would be more interesting to go to somewhere different, because everyone goes to Moscow and St. Petersburg. Конечно, я кое-что понимаю из того, что говорит Лия, но недословно, пожалуйста, переведи нам. Да, конечно. Она говорит, что раньше никогда не слышала про Черкесск. Она слышала про Москву, про Санкт-Петербург, и, конечно же, многие чаще всего выбирают именно эти города, такие большие города для работы. Но она решила узнать некоторую информацию про Черкесск, она узнала, что тут живут разные национальности, она узнала про некоторые традиции, увидела фотографии природы, и подумала, почему бы и нет, это так интересно. Что конкретно нравится в Черкесске? Как ты любишь это здесь? Что именно ты любишь? Я чувствую себя дома здесь. Все хорошо, люди, люди, weather. Я люблю winter, и я чувствую, что я уже был здесь, потому что люди, они так милые к мне, они всегда готовы мне помогать, сказать привет, снимать фотографии, вы знаете, они пытаются говорить мне в английском. So, why I wouldn't like Черкесск? And the nature, too. Everything is amazing here, the fresh air, everything is so beautiful here. В Черкесске мне кажется, как будто я дома, мне нравятся все люди, как они готовы помочь, мне нравится природа, я обожаю зиму, и здесь я чувствую, как будто бы раньше была я здесь уже, да, я чувствую себя дома здесь. Лия, где вы до этого работали? Лия, where did you work before Черкесск? Okay, so I would like to say that when I started my career, I started as a volunteer teacher when I was in high school in America for one year. В начале своей карьеры я работала преподавателем в качестве волонтера в течение одного года. После этого я вернулась в Бразилию из Соединенных Штатов и работала там. После она работала в Республике Гаяна, в Суринаме и Чили. После чего работала в Китае. После Китая приехала в Россию, в Черкесск. Лия, я знаю, что вы работаете, я уже сказала об этом в школе LanguageLink, и слышала, что дети вас просто обожают, любят. Вот как вы считаете, каким должен быть учитель? Что в вашей работе вам нравится? Она говорит, что она слышала, что вы так успешны в вашем работе, что студенты, дети, они очень любят вас, и она хочет узнать, что это секрет для хорошего учителя. Основной, все, вы должны любить. Любить. Делось бы, что ты делаешь и в качестве. И скудиться с студентом. Потому что не только дети, но и дети, они знают, что энергия в них. Вы должны быть миленькие, ты должны быть счастливы. Если они увидят вас, они будут больше выражать с твою ленажью. Самое главное, конечно же, это любить своих студентов, уважать их, не только детей, но даже взрослых студентов, потому что студент во время занятия всегда чувствует атмосферу и твою энергетику. В этом и есть секрет хорошего преподавателя. Марьяночка, я бы хотела, чтобы еще, чтобы нам Лия рассказала, отличаются ли наши дети, наши студенты от тех детей, с кем Лия приходилось работать ранее. Конечно. So, Лия, are the children, the students that you have in Cherkessk, different from students you had before in other countries? Maybe they're learning personalities, different learning styles, some like to learn playing, some like to learn singing. So, but as a spirit of children, they're the same, but they have different learning styles. Они отличаются, если только в том, как они подходят к обучению. То есть некоторые любят учиться в игровой форме, другие легче запоминают материал, когда материал подносится им в песне. Только вот в этом отличаются, в остальном дети одинаковые везде. И еще я хотела спросить у Лии. Я знаю, что сейчас в Cherkessk она со своим супругом, со своим мужем. Как они проводят свободное время? Okay, so she knows that you are here with your husband, you are not alone here. And she wants you to tell us about your free time. Like, how do you spend your free time together? Maybe some hobbies? So, we usually like to walk. Like, we don't have like specific places because we just like walking around Cherkessk. He loves Dumbai, Arhiz. His favorite park is Zeleny Ostravy. He loves everything in that park. Yeah. Yeah. Я поняла, что они гуляют на Зеленом острове. Да, все верно. Да, они обожают гулять. И ее муж очень любит Arhiz и Dumbai. Все любит про эти места. Да, и он особенно любит Зеленый остров и гулять там. А кто по профессии, чем занимается муж? What does your husband do? He has a family business in Brazil. Да, у него семейный бизнес в Бразилии. Онлайн работает. He works online, right? Yes. Да, все верно. Хотелось бы узнать о самых ближайших ваших планах. Марьяночка, переведи, пожалуйста. Конечно. Лия, could you please tell us about your plans for the near future? So, because I feel at home, I love working at LanguageLink. I love the atmosphere, I have a great boss. She is a real leader with a big heart. I'm gonna stay here, keep working in Cherkess. And since I feel well here, I'm gonna continue to study and pursue my master. I have a master's degree from the University of Cumbria, from London. И так как мне очень нравится жить здесь, я планирую продолжить получать образование. Я сейчас учусь в Камбрийском университете в Лондоне, получаю онлайн образование и скоро получу степень магистра. И так как мы с мужем планируем остаться здесь, мы собираемся выучить русский язык, чтобы быть в состоянии общаться с людьми на русском, чтобы они нас понимали. Лия, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я рада тому, что вам очень нравится у нас в Черкесске. И я желаю вам творческих успехов, удачи, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо вам. Она благодарна, что вы ее приняли. Спасибо за шанс побывать здесь. Надеемся еще увидеться с вами. We hope to see you soon. Thank you. Like twice. Она тоже. Спасибо. Сентябрь близится к завершению. Разбавить уныло осенние будни рабочей недели можно, сходив в кино или посетив культурное мероприятие в нашей республике. Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева уже сделала подборку мероприятий и киноновинок. Ей слово. Доброе утро, друзья. Как ваше настроение? Вот какие мероприятия и киноновинки нас ждут. Завтра в 19.00 в филармонии Черкеска русский театр драмы и комедий представит постановку в двух действиях Примадонны. А в Доме культуры Аула Старокувинск в 18.00 состоится спектакль Митаэля Чукатуева «Когда отчизна в огне» по роману Калиджи Гутанова «Волшебная игла». И о кино. Любителей жастиков ждет боевик «Лаустрофобы-2. Лига выживших». История о Зое и Дене, которые принимают участие в садистском испытании. Игра стала опаснее и безжалостнее. А шансы на выживание равны нелю. Юных любительниц пони ждет полнометражный мультфильм «My Little Pony». Новое поколение. Не все прекрасно в яркой стране пони. Эквеструй покинула магия. Вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие. А кто совершит подвиг ради счастья в мире пони, мы узнаем в кино. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго и до встречи. В 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. До встречи.